Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, куда девать пасынки томатов. В наших видео, под нашими видео, я часто встречаю этот вопрос. Можно ли использовать пасынки, например, для компостирования или с какой-то еще целью? Пасынки являются лишним элементом при выращивании высокорослых томатов. Они забирают на себя питание. В случае, если не удалять пасынки, мы получим мелкие плоды очень поздно. Мы получим здесь высокую парность, отсутствие проветривания и целый комплекс всевозможных заболеваний. То, что томаты нужно пасынковать, высокие томаты или полудетерминатные, это знают, в общем-то, все. Но такую богатую зеленую массу очень жаль выбрасывать, просто выбрасывать. Надо использовать ее достаточно рационально. Ее можно легко закомпостировать в том случае, если на ней нет признаков заболевания. Кроме того, пасынки можно использовать для приготовления зеленого удобрения. Это будет, пожалуй, самое гармоничное зеленое удобрение для томатов. Ведь сами пасынки содержат в гармонизированном количестве все те соотношения макро- и микроэлементов, которые необходимы для питания томата. Кроме того, вы можете их использовать здесь не в теплице, не для компоста, не для зеленого удобрения, а для того, чтобы бороться с таким опасным вредителем, как тли. Дело в том, что тлей существует огромное разнообразие. Есть тли, которые в том числе поражают и томаты. Так вот, из-за того, что их очень много разных видов, они приспособились к определенным видам растений. Конечно, есть тли, которые поражают разные виды растений, приспособились к тому, чтобы поражать разные виды растений. Однако хорошо известно, что те тли, которые поражают томаты, например, они устойчивы к тому солонину, к тем веществам токсическим, которые содержатся в ботве. А между прочим, она довольно токсична и для человека тоже. А вот тля устойчива, в том числе устойчивы те вредители, которые паразитируют на картофеле и других растениях семейства посленого, на перцах, на баклажанах и так далее. А вот тля, которая паразитирует на капусте, тля, которая паразитирует на плодовых растениях, на смородине, на сливе, на яблоне и так далее, она совершенно неустойчива к этому солонину и к тому комплексу веществ токсичных, которые содержатся в ботве. И эта ботва вполне может стать хорошим источником инсектицидных веществ для борьбы с тлями. Не забывайте, что тли не только высасывают соки, ослабляют наши растения, лишают нас урожая, они еще, как и цикадки, являются опасными переносчиками различных заболеваний, в том числе таких опасных, как вирусные. Поэтому борьба с тлями должна вестись планомерно и абсолютно на всех огородных и садовых, а также на цветочных растениях. Поэтому соберите вот эти пасынки, возьмите вот такой вот большой пучок пасынков, сварите их в 5 литрах воды, либо просто залейте 5 литрами крутого кипятка. Потом пусть это постоит все в течение ночи, можно суток. Затем разведите там 50 грамм мыла хозяйственного и обработайте ваши растения. Это может быть смородина, крыжовник, это может быть земляника, это может быть капуста, огурцы и прочие-прочие-прочие растения, которые страдают как от лей, так и от цикадки. Используйте обязательно этот ресурс. Если вам неохота возиться с завариванием, запариванием, процеживанием, добавлением мыла и опрыскиванием, то по крайней мере разбросайте вот эти пасынки под кустами смородины или в междурядях капусты, свеклы, моркови, лука и других растений. Это будет хорошим отпугивающим таким агентом для того, чтобы туда не лезли гусеницы, не лезли моли, не лезли прочие-прочие вредители. Еще один важный ресурс, представляют из себя вот эти пасынки, это вот такие вот пучки пасынков, а также листья автомата, которые вы удалили, развешивайте, пожалуйста, завязывайте их туго-туго шпагатом и развешивайте в кронах, например, сладких слив или сладких сортов яблок и груш. Потому что вот этот запах, который в течение 3-5 дней будет распространяться внутри кроны, особенно в отсутствии сильного ветра, будет в значительной степени репеллентным, отпугивающим от ос. Не надо опрыскивать плоды непосредственно, потому что вот эти токсичные вещества попадут на плоды, и потом их надо будет тщательно отмывать. В другой раз и смородину, и сливу, и яблоко хочется на своем участке съесть, вот просто обтерев и не прибегая к каким-то серьезным гигиеническим для них процедурам. Поэтому просто развесьте вот эти пучки, чем больше, тем эффективнее будет метод этой борьбы, для того, чтобы отпугнуть ос, чтобы они не лезли вам на плодовые растения, не выедали там дупла, не вызывали там гнили. Что ж, пасынки являются ценным ресурсом для борьбы с комплексом вредителей в нашем саду и на огороде. Используйте его с толком, и все будет в полном порядке. Что ж, надеюсь, наши советы помогают вам получать богатые урожаи. На этом я прощаюсь с вами. Не пропускайте наши выпуски, обязательно подписывайтесь. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok